Привет, друзья! С вами я, Рита Суслова, и сегодня у нас Девишник. Пройдемте. О, молодец, Вика. Ага. Отлично. Мы как-то походили через прозвольную. Вот, Оксана, вот этот конкурс сидел. Он классный, мне очень понравился. Смотрите, в такую беседочку, давайте зайдем, посмотрим, как в беседочке. В общем-то, здесь тепло. Мы сейчас выберем. Либо такую беседочку, либо можем пройти в зал. Так, этот стол заказан. А там, слушайте, может быть он заказан, а может быть и нет. Вот, пойдемте посмотрим. Здесь уже все пирожки сделаны. Все? Заняты беседочкой? Поставим сюда еще один сладочек. Поставим сюда еще один сладочек. А ты не смотришь маму отличника? Смотри. Видишь, как она пляжит. Она нас, конечно, немножко подбешивает. Это понятно. Но почему-то нам нравится ее смотреть. На человек деньги зарабатывает. Да? Она не на чем-то дала. Давайте посмотрим, что мы будем брать. На самом деле, говорят, что здесь дорого, ничего подобного. Средние цены по городу, по городу, как везде. Так, что-то это карта напитков у меня, да? Угу. Мне бы что-нибудь такое. Что-то, корай вместе, посмотрим. Чтобы живот не болел. В смысле? В смысле? После боевой этого. Я, наверное, взяла бы что-нибудь мясное и овощи, да? У меня бы салатик бы, например. Ну, салатик бы. Ну, салатик бы. Салатик бы. Салатик бы. Салатик бы. Только без креветок, с курицей. Семка. Да, я буду на мангале овощи и шашлык из свинины. А я буду цезарь и шашлык из свинины. Угу. Так. Би-52. Пробовали как-то? Угу. У меня был один кавалер, скрытый алкоголик. Он очень хороший парень, он вообще отличный. Мой сосед в Питере. Я на 21-м. Он на 21-м этаже, я на 8-м. И он меня научил все вот эти напитки пить, чтобы показал, что такое Би-52. Мы с ним в Гонконг летали. Владик Иванов, привет. А? С чем? Значит, выпьешь один коктейль Би-52, он с абсентом. Хорошо так, хорошо так сразу жух. Второй. Уже прям совсем третий, не рекомендую. Значит, нам три шашлыка. Свинину? Да, свинину, шею. Он весовой, он не порционный. Он весовой, он не порционный. Значит, 300 грамм. М? 300 грамм. 300 грамм на трех, потому что мало? Выше берут 200 грамм на человека. Ну, хорошо. Порцию нам сделать, обычную порцию. Сколько грамм не важно, главное, чтобы это была порция. Знаете, что такое порция? Порция зависит от веса. У нас нет порции, у нас есть вес. Кусочков 6, 7. 6-7 кусочков в тарелочку. Так, дальше нам нужно овощи на гриле. На гриле или на мангале? На мангале. На мангале нет, если не на сковородке гриль. На мангале это сезонное. А, две порции овощей. Салат. Цезарь. Цезарь. Цезарь с семгой. Я с курить. Вам с курить? А я бы, наверное, взяла... А я бы, наверное, взяла... У вас там сколько сделано? 200 грамм. А кофе вы сразу будете, да, мне надо давать? Как вы скажете, так сделаем. Я бы взяла водичку. Какая у вас есть водичка? С газами, без... Сказами. Горячий путь, боржоми, нарзан, бометок. Боржоми. Все, ничего мы не забыли. Все? Лена не нужен вам? Нет. Мне не нравится. Красный, белый, шишка. Девочка, может быть, со мной? Красный. Красный. И мне тоже соус. Как он у вас? Ну, может, так же вкусно. Правда, общий вкус. Какая неприятная официантка. У нас в Питере так не работает. Она просто видит. Она просто, это... Стесняется, а не будет? Нет, так нельзя. Я бы показала ей, как можно будет закрепиться на воду. У нас сегодня такая встреча. Хочу вам показать свою новую приятельницу. Вот это вот Оксана. Это девушка, которая приехала к нам из Архангельска. И с которой мы искали дом. И вот предыдущее видео было, где мы покупали этот дом. Я показывала обзор дома. Оксана, ну как вы устроились? Вот, замечательно. Привыкли? Да, мы уже... Очень даже, я бы сказала, мы уже как родные. Можно так сказать, что мы уже даже освоились. До большой площади привыкли? Нет. До сих пор не можем привыкнуть. Все, сравниваем свои 43 квадрата. И, конечно, наш дом, это очень большая разница. Но нам нравится все очень. Ну, знаете, я думаю, что это с радостью просто. У меня так это с радостью все происходит. Потому что спина не болит. Да, наверное. Слушайте, тут со мной такой случай произошел. Я пришла с Соней забирать с садика. Вот буквально на днях. И она говорит, мама, у меня болит зуб. Я говорю, поехали в клинику Доктор Смайл. Я там сделала две пломбы. Я в таком восторге. Первую пломбу мне сделали с уколом. Доктор, милейшая, 20 раз меня спросила, вам не больно? Вам не больно? Оборудование все очень красивое. А второй раз говорит, давайте попробуем без укола. Ну, и начала делать. Если, говорит, чуть-чуть будет больно, вы бы сразу скажете, я сделаю уколу. И вторую пломбу без укола у меня ни разу не было больно. Так вот, мы с Соней поехали сразу в эту клинику. Думаю, попадем к нашему доктору. И попасть не попали, записались на следующий день. Но когда выходили из клиники, это был гололед. Вот этот день, когда гололед. Вот этот юг наш, он не подготовлен, как в Питере. У нас, когда гололед, все посыпано песочком, солью. Вот, а тут просто вот ступеньки. Я рухнула, как мешок с картошкой, на этой ребро ступеньки. Ну, где-то чуть выше копчика. Это вообще... В общем, я до сих пор так, прямо... Что уже сделали в доме? Что-нибудь делали? Нет, еще пока ничего. Пока ничего не делали? Нет, пока еще ничего не делали. Мы с мужем решили, что подождем летом. И уже летом начнем, так сказать. Ну, правильно. Немножко тут обживемся. И поймете, может быть, что нужно сделать в первую очередь. Чтобы правильно распределять средства. Чтобы не потратить на то, что еще может подождать. Может, что-то там... Это может быть... Может, в планах очень много, что можно как бы сделать. И что хотелось бы сделать. Будем ждать лета. Лето может быть... Потому что вот любой дом, люди говорят, вот за полтора миллиона вы купите. Допустим, можно купить дома за полтора миллиона километров 10-20 от Белореченска. Это будет хороший. Ну, не то что хороший, но и будет нормальный дом. Если далеко от Белореченска, подальше чуть-чуть. Вот. А люди говорят, за полтора не купить. Надо покупать за три. Вот за три, если купишь, то там ничего делать не надо будет. Ну, я купила дорожную. Тоже пришлось вкладывать. Что-то надо было делать. Ну, нам тоже придется немножко вкладываться. Поэтому охота что-то немножко под себя сделать. Угу. Больше. Угу. Потому что все понятно, что ты дома купаешь. Я же тебе, Оксана, выкладывала видео о этих фото, где я делала ремонт. Да. Помнишь? И паркет оценивали, и обои приняли. Я помню, да. А вообще, мы с Оксаной познакомились еще до того, как я сюда приехала. Я находилась еще в Питере. А Оксана находилась у себя. Рассказывала, да, Вик Оксаны? Вот. И с той поры мы общаемся. И вот мы уже обе здесь. И третья девочка, с которой я там же познакомилась на этом форуме. Мы тоже с ней, Санечка, общаемся. Она с Питера. И тоже она уже хочет переехать. Да, она мне писала вчера. Буквально мы с ней тоже списывались. Она узнавала, как устроились, как к чему, как, да. И как-то так с ней тут переписывались. Мы сегодня буквально. Все, жду, 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 жду. Говорит, уже как бы квартиру свою выставили. Дом, дом, дом. Наконец-то, говорит, может быть, может быть, говорит, мечта, говорит, наша тоже сбудется. Я говорю, ну, мы, говорю, тоже шли долго, конечно. Мы тут вышли долго, два года, так сказать. Ну, конечно, дом покупали, волновались. Потому что это большие деньги. Это люди все волнуются, когда дома покупают. Но главное, что все хорошо прошло. Да, мы всегда хотели тебя поблагодарить за то, что ты нам очень помогла. В съеме тоже нам дома. И в самой покупке. За твой труд, так сказать, за твой вклад огромный. Я хотела просто, чтобы Оксана жила в нашем городе. Вот, поэтому огромное тебе спасибо. И я думаю, что у меня еще есть люди, которые хотят переехать в город Белореченск. Девчонки, присоединяйтесь в нашу компанию. Мы вас здесь ждем. Вот. Да, есть много девочек, которые тоже планируют первый везд. И я, естественно, буду тебя рекомендовать всем своим знакомым. Как устроились детки? В МФЦ подали заявление по поводу садика? Да, в МФЦ проблем не было. Смоляча документов. Приняли сразу все. Спасибо. Документы подали мы очень быстро. В МФЦ практически очереди никакой не было. Документы приняли все очень быстро. Девочки там, конечно, работают безумно вежливые. Да, мне тоже очень понравилось. Они все это делают. Я думаю, что нам пообещали после новогодних праздников, что возможно что-то и это самое уже как бы определим. Со школы тоже проблем не было устроить ребенка в школу. Боржом. Здесь как бы поэтому проводить вот так вот. Все быстро, все как бы никаких проблем не было с этим совсем. Да, для меня это тоже было очень важно. И самое удивительное, что люди настолько вежливые. Вот что директора, например, да, что завучи, что классные руководители. Просто чувствую, что у людей воспитание есть. Я на самом деле вино не пила с лета. Ездила к свекрови в Керчь. Помните видео про Керчь? И мы с ней каждый вечер выпивали по бутылке сухого вино. Хорошо сидели, наготовим. Вот. Так рады. У нас такие теплые отношения стали, когда мы стали жить далеко друг от друга. Людмила Михайловна, здравствуйте. Потому что я люблю где-то пошутить, посмеяться, приколуться. Как вам мое новое видео по поводу массажного прибора для лица? Ой, новое видео по поводу массажного прибора. Конечно, это чудо-прибор. Мне очень понравилось. Даже муж смотрел. Его очень... Он говорит, что там у тебя? Он говорит, что там у тебя? Он говорит, что не могу понять. Говорит, что там за видео у тебя? Очень классное, кстати говоря. Кстати, да. Тоже хочу как-то купить, приобрести, попробовать. Я где-то это видела и думала, какая классная штука. У меня сестра в Монако каждый раз пользуется таким. Мы с сестрой вместе переехали с Питера. Она в Монако. Я в Белореченск. Мы находимся на одной географической полосе. У нас кремит одинаковое, но у них потеплее. У них пальмы там высоченные. Вот. И она пользуется тоже таким прибором. И тут я, когда камера сломалась, увидела, что он такой еще и копеечный. Ну, в общем, у меня дочка в восторге, я в восторге. И мне уже подписчики, местные жители спрашивают, где покупали. Наверное, в Белореченске скоро кончатся эти приборы. Да. Слушайте, ну мы такие молодцы, что мы... Да, это здорово, конечно, что мы собрались. Что мы собрались. Да. Надеюсь, что не первый и не последний раз мы и так соберемся. Скажи впечатление точно. Впечатление в Белореченске. Ну, первое впечатление, конечно, у меня было... Когда мы приехали, утром приехали, где-то, наверное, в 7 утра в гостиницу в Белореченске, у меня было в шок. Потому что я думала, господи, куда мы приехали, куда меня привез Боже. Ужас, конечно, был. Ну, это больше, я думаю, сказалось на усталость. Волнение. Все-таки дорога, волнение, усталость. Я, кстати, перед переездом очень много ночей не спала, и все это было очень волнительно, живя в Питере. И я даже просыпалась, и вот так вот у меня слово чужбина. Чужбина. Представляете, как я волновалась? Нет, у меня такого не было. Я много раз передумывала. Да. Да. Раз пять передумывала. У нас такого не было. Мы первый день, конечно, для нас был очень самотошный, потому что мы же первый день же сразу же поехали дома смотреть. И эти два дня у нас просто как вопали из жизни, мы, считай, города и не видели. А вот у нас уже потом промежуток был тут, несколько дней тут. И мы тут погуляли, конечно, по городу. И город мне очень, конечно, понравился. Понравился тем, что он, во-первых, чистый, аккуратный. И все идут, улыбаются тебе, все приветливые. Такие вот гуляешь, прям все так вот. Ну, вообще. Учитывая то, что вы еще приехали в самое некрасивое время года, сейчас самое. Я жду, не дождусь, марта-апреля, вот там будет просто. Он будет весь утопать в цветах, вот эти вот ароматы растений. И тут нет пыли, пробок, как мы в Космодале. Я говорю, у нас вот это вот больше всего, что поразило, что вообще очень здорово. И если честно, вот когда сюда приезжаешь, вот такое чувство, что ты дома. Вот у нас, по крайней мере, было такое чувство, что мы сюда приехали, да, что мы дома. Потому что я вот не знаю, у меня общаюсь, у меня очень много в общении интеллигентных, образованных людей. Ну, творческие у меня все. У меня все учителя, музыкальная школа. Как бы вот танцы преподавал у нас Саак Лили Кян, прекрасный преподаватель. Ну, что говорить, у нас педиатр на участке, она 15 лет. И мне нравится здесь, потому что мне, что мужу здесь нравится. А муж уже устроился на курсы вождения. Да, у меня муж уже устроился на курсы вождения, уже даже пытается что-то водить уже. Девчонки, давайте за встречу, что мы наконец-таки встретились. Немножечко все свои домашние дела, детей, мужей, работу, хлопоты. И сегодня немножечко имеем право, да, раз в месяц. Рада, что с вами познакомилась. Я очень люблю водить. Просто вот обожаю. Единственное, чего мне не хватает здесь, в городе я не могу быстрее ездить. Везде ограничения скорости. И не хочу, потому что вижу реально, что это опасно. Вот, ну и как бы, в Питере я любила погонять по окружной. А здесь погонять особо и негде. Я тоже мечтаю. Муж у меня сдаст на права, когда ехать. Да, это очень здорово, у меня здесь машину. Хорошо, когда есть у людей планы на помещение. Я с Краснодарю брала еду, уроки инструктора. Просто по Краснодару очень страшно ездить. Я поняла, что Краснодар и... Я ездила. Я нормально абсолютно, мне не страшно. У меня большой опыт. Я чувствую всегда свое преимущество на дороге перед другими водителями. В основном, кажется, ну если надо, я кого-то вообще на обочинности смотрю. Я вижу вот это вот расстояние, а они не видят. Тот, кто водит машину 3-5 лет в основном. Так что вот. Скажи сравнение со своим Паширом. Ну если сравнивать мой город, к примеру... Громче. Если сравнивать мой город, Северодвинск, с городом Белореченском... Громче. Ай, то... Что бы я в первую очередь бы отметила, наверное, это климат. У нас сейчас там минус 20. Вот здесь у нас плюс 4. Тепло, красота. Вот. Ну, что бы еще отметила, наверное... Не знаю, как там, мне кажется, Белоречен гораздо лучше Северодвинска. Во многом. Во многом вещей. Здесь есть куда... Здесь я больше бы отметила, наверное, что здесь очень много заведений, которые идут именно на развитие детей. Да, вот, детей здесь растить классно. Да, что вот, понимаете, вот эти вот всякие вот игрушки, там, да... Музыкальная школа, бассейн, художественные школы, да... Вот именно вот спортивные, самой школы есть, вот какие-то определенные комплексы, да, какие-то вот для деток специальных. Именно вот на развитие, на программу, вот, да, вот для этой самой, для деток. Я считаю, что это очень здорово. И, наверное, как-то этот самый... Больше бы вот эту сторону, что у нас вроде очень мало этого всего. Очень мало. То есть есть какие-то там вообще образовательные кружки, там, для детей перед школами, да, вот такие вот. Но их настолько мало, что выбрать не из чего. А здесь уже можно конкретно определиться. Вот у меня сын вот хочет этот самый, ну, футбол списаться. Вот мы с ним завтра поедем. Я же узнала, что здесь есть школа футбола. Где-то около ЖД вокзала, да? Не около ЖД вокзала. А где? Именно вот на заводской. Здесь манеж есть, здесь занимается специально с ними. Из Краснодара приезжает мужчина, то есть он с ними занимается этим футболом. Ну, кто-то по два раза в неделю, кто-то три, кто-то один раз в неделю занимается. Ну, и, естественно, самых таких детей, которые подают какие-то надежды, они их отправляют в специализированные как бы это самое заведение, да, где вот именно в направлении футбола, да. Ну, и самых активных, так сказать, и деток могут и в Краснодар отправить. То есть там не заниматься уже. То есть в этом плане... Там сборная в Краснодаре. Да, у меня сын очень... У него прям такие мечты. Он говорит, вот, говорит, я буду, я буду заниматься, я попаду в сборную. Мама, ты представляешь, ты меня приставив в сборную футбольную. Прям, у него такие мечты, конечно, это очень здорово, когда у ребенка уже здесь, он только переехал, и у него уже планы есть, понимаете, на будущее. То есть я очень рада, что ему... Есть интересные? Да, здесь интересные. У меня, когда мы сюда приехали, еще... Ну, в дом не переехали, а уже на третий день после приезда Анжелика пошла на тренировку. А Соня пошла, наверное, на танцы дней через шесть. То есть у меня главное, что дети уже были заняты. Мы заняты поиском, мы заняты оформлением, там, чем-то еще. А как же... А, жара. Жарова еще не спутала. Я испытала. Ну как? Мне было очень тяжело. Мне ничего. Жара, конечно, да, это такое и есть. Но... Мы много ходили пешком по городу под открытым, палящим солнцем. И как здесь нравится. Но, вот что для меня жара. Да, конечно, она серьезная жара здесь бывает. Но для меня вот эта жара гораздо лучше, чем холод, чем пронизывающий питерский ветер. Я жила в квартире, в которой находилась Октябрьская набережная, проспект Большевиков, угол, рядом с Невой. И там просто были такие ветра, что реально сшибало с ног. Пронизывающий ветер. И очень часто постоянно вот этот холод, как ни оденься, всегда холодно. Вот, поэтому для меня лучше жара, чем вот так вот все время вот так вот ходить. И еще мне нравится, что здесь не надо чистить машину каждый день. От снега, от скребать от льда стекла, торопиться. И еще в Питере я очень много проводила времени за рулем. То есть даже вот Анжелику тоже отвезти на тренировку 40 минут, с тренировки 40 минут. А это каждый день. Помимо этого еще работа. То есть у меня один магазин 70 километров по окружной. Я здесь, вот другой магазин 60 в эту сторону. Оптовая база сюда. Еще там километров 50. И я запросто могла в день проводить за рулем 5-6 часов в день. Представляете, это так каждый день. То есть часть моей жизни уходила на сиденья за рулем. На пробки и все прочее. А здесь очень удобно. 5 минут в одну сторону, 5 минут в другую. Слушайте, ну я так уже хочу начать сажать. Кстати, не забудьте, вам надо в этом месяце посадить томаты на рассаду. Я на этой неделе, который, либо выходные, либо на неделе, сниму видео, как сажать. Вот так, как я сажала в том году. Я сделаю все так, и до 21. В январе надо высадить успеть. А, по лунному календарю. Да, до 21 января. А мы успеем, конечно. Я уже сегодня купила почву крон. Я тоже уже купила. И почву уже и стаканчики торопяных накупила. Слушайте, я в том году столько насажала. В общем-то, это все несложно. Сложно перерабатывать. Каждый день, девчонки, 2-3 ведра томатов. Каждый день. А они никакие, а по каким-то. Они красивейшие. Вот такие перламутровые, желтые, черные. Вот этот цыган сорт. Вообще обрадованные. Я часто видела. Видео смотрю. Какие? Про томаты? Да. Ну, про овощи там. Ну вот, мне нахвалил один из подписчиков. Спасибо большое. Сорт бурма. В том году у меня не хватило времени на них. У меня осталось два пакетика. А я тебя один подарю. Сказала, что прямо потрясающе. Что они только такие сажали. А Вика бедная сидит. И сегодня нет земли. Мне муж сегодня говорит. Я только так хочу, чтобы у нас был свой дом. И все мы говорим о том, что это делать. Я живу, что я живу. Я вообще на лоб. Так, сейчас посмотрим, что нам принесли. Вот такой вот шашлычок вкусный. Овощи на гриле мы заказали. И девчонки заказали салатики. Много людей смотрят на Белоречку. Много людей смотрят на Белоречку. На самом деле, одно очень важное обстоятельство. Во-первых, цены на недвижимость пока еще дешевле, чем в других местах. И место неплохое. И место неплохое. Когда приехали в Белоречку, мы просто посмотрели. Мы сразу же даже больше ничего не рассматривали. Ну что, я наконец-то поем. Как, девочки, я так понимаю, что шашлыка нам на всех дали, да? Я думаю, нам хватит. Конечно. Все в твоих руках Ты знаешь, все в твоих руках Все в твоих руках Даже я так Но он Салат прям хорош. Салат вкусный. Я вас потом еще знаете куда свожу? На интернациональное помещение. На интернациональное заведение начинается. Называется Дворик. Дворик. Какой-то дворик. Видела я его. Как называется? Не помню. В общем, скажу вам так Я объездила все заведения Белореченска в свое время И вот этот дворик славится тем, что там потрясающие салаты Прям потрясающие салаты Кладут огромную гору, и я туда езжу Мы пробовали и мясные блюда, и всякие разные Но салаты там вообще потрясающие Ну вот я хочу сказать, что прожила свои 30 лет И нигде не ела Ну вот в Питере прижила И нигде не ела такой вкусной пиццы, как в Майкопе Пицца в Майкопе, 4 сыра в ананасе Это было просто кулинарный экстаз Там развлекательный центр для детей потрясающий Прямо вот отличный В Питере немного таких И наверху ресторанчик Ты сидишь вот так уж и еще внизу детки играют А ты на них смотришь И вот там вот эта пицца, 4 сыра Потрясающая Здесь, кстати, вживаемся Дожди Дожди тропические Нету ни одного дня без дождя Слушайте У меня один подписчик такой классный Он сам Севера 10 лет прожил перед Артур 10 лет прожил в Питере Рядом со мной там на народ И 10 лет в Сочи сейчас живет Он мне рассказал все про Сочи Куда пойти в это время более Все, что, как В общем, очень благодарна Спасибо Артуру большое Это молодой человек, который И парикмахерский Он хочет Да, в Сочи Терпеть не может И в Сочи Уже ужасно Надоело Все не нравится И он хочет переезд Он белореченский Не женат И Он хочет Вступить в этот дом И в этот здание В салон красоты Нам же нужны хорошие стены Правильно? Конечно Можно меня на работу Артура, приезжай Мы тебя ждем На работу А что на работе? А? А что на работе? Наращивание ресниц Монеку Ломинирование Ну я сама думаю Ну а чего ты сидишь, мам? Ты же мне не позволишь Я же постоянный клиент Салонов У меня жилья нету Мне нужно определиться Что еще нету жилья Мы думаем Я на разбухте Чем мне заняться У меня флористик 18 лет У тебя все очень Очень хорошие специальности Все хорошие специальности Маникюры я просто вот уже всю жизнь делаю Я нашла для себя Леонора Я могу Представляете, девчонки Я Артура, у тебя есть уже штат сотрудников Так вот Подождите Я прийду к своей Леоноре На маникюр Числа 26 декабря Прихожу Как-то мне все не так Как-то мне не здоровиться Как-то я устала Прихожу Она говорит Она такая вся цветущая Ярко Маргарита Ну какой маникюр будете делать Я думала Мне все равно Какой Ну сделайте какой-нибудь Ну вот А смотрите Что она мне сделала Очень красивый Смотри-ка Какой она красоту делает Мы ему уже две недели Артур сегодня сообщение посылает Пойдите Я вам покажу Этот Подписчик Может, не столько подписчиков Но вижу Добрый вечер Добрый вечер Это ваш Чероятный поклонник Мы съездили в Сочи Как мы заездили в Сочи Он уже собирается, да? Планируем переезд Да Я вчера разговаривала со своей коллегой По своей работе И она спросила Где, где Белореченск Описалась Если на двухскрасках Захлеб С таким интересом Накидали видео Накидали видео ваше Новогодний Белореченск Вообще все Вот такие, которые выбрала Именно про Белореченск А потом я сказала Он, кстати, видел Новогодний Белореченск Да Вот там уже Я старалась Потом ссылку вообще Скинула На канал Она звонит и говорит Я не могу оторваться Мне так интересно Я хочу к вам Меня, пожалуйста, подождите Вы же меня примите Конечно Мы ждем с удовольствием Она говорит Мне так нравится этот город Уже влюбилась На самом деле Город очень красивый Интересно Я вообще родом Скинула А мы там Окей Откуда? К Тиндо Город Это север Да Ну там у нас Высотки Там Суйни Да Прямо Вот Все застроено Шутки Девчонки Сейчас я на паузу Поставлю А то у нас батареи сядет Потому что Наверняка Нас будет очень плохо слышно А мне хочется поговорить Интересно Рассказывать Девчонки Матерь, мать, 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 мать. Матерь, мать, мать, мать. Матерь, мать, мать. Матерь, мать, мать.